Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, возвратил ли Бог Иакова из Египта в землю обетованную. Чем обусловлен этот вопрос? Мы читаем с вами 46 главу книги «Бытия» с 1 по 4 стих. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака, И сказал Бог Израилю, видение ночном, Иаков, Иаков, он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно, Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Вот здесь действительно есть некая сложность, она обусловлена тем, что в этой же книге описывается смерть патриарха Иакова, именно в Египте. Мы читаем книгу «Бытия», 49 глава, 33 стих. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». В каком же смысле? Бог сказал, я тебя выведу, Иосиф, сын твой, закроет глаза твои. На самом деле человек – это не есть только душа, это еще и тело. Человек – это целокупность, дух, душа и тело. Поэтому, когда Господь говорит в сонном видении, в ночном видении, как здесь сказано, Иакову, я пойду с тобою в Египет, то есть ты придешь сам в Египет с Божьей помощью, и я выведу тебя обратно. И мы знаем, что его останки, они были вынесены из Египта и похоронены в святой земле в пещере Махпела. А что это значит? Я и выведу тебя обратно. Это значит, Господь сопровождал и тело Якова. Но не в том смысле, как мы обычно понимаем, любое сопровождение, а в том смысле, что Господь промышляет о том, чтобы погребение каждого из нас осуществилось достаточно правильным образом. И мы, христиане, за каждой службой молимся о христианской кончине, тихой и безмятежной. Иаков понимает важность того, где ты будешь похоронен. И мы читаем в Бытие 49 глава с 29 по 32 стих. «И заповедал он, то есть Яков, им, своим сыновьям, и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хэттыянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамры, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хэттыянина, в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию», – говорит Иаков. «Это поле и пещера, которое на нем куплено у сынов Хэттовых». Патриарх Иаков – это очень духовный человек, человек, который непосредственно общался с Богом, что называется, лицом к лицу. Но он придает значение этому вопросу, где будет похоронено его тело. И его сын Иосиф Прекрасный, он же называется Иосиф Премудрый, когда он умирает, об этом рассказывается 50-я глава книги «Бытия», 25-26 стих, что он делает? «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте, чтобы вынести его останки. И когда Моисей с народом Божьим будет выходить из Египта, они будут выходить с мощами Иосифа Прекрасного. Иосиф – это пророк Божий, как Иаков – пророк Божий, как Авраам – пророк Божий. Авраам после смерти Сары, он заботился о том, чтобы место захоронения ее было выкуплено у сынов Хета, и чтобы эта земля принадлежала бы только дому Авраама. К сожалению, есть в России кладбище мусульманское, иудейское, не к этому я высказываю сожаление, но нет православного кладбища, нет православного места захоронения. Вот о чем я сожалею. И православных хоронят, и потом к ним подселяют, иначе не скажешь, для какого-то странного уплотнения, и безбожников, и атеистов, и непонятно кого еще – самоубийц, наркоманов, алкоголиков. Когда Иаков умирает, мы читаем 50 глава, 13-14 стих. «И отнесли его сыновья его в землю Хананскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела». Значит, Бог был с ними, благословлял их, как Господь Сам и обещал Иакову. «Я пойду с тобой в Египет при переселении, и я выведу тебя обратно, то есть когда твое тело будут выносить из Египта. И отнесли его сыновья его в землю Хананскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хатиянина пред Мамры. И возвратился Иосиф в Египет сам, и братья его, и все, ходившие с ним, хоронить отца его, после погребения им отца своего». Все ходившие вернулись в Египет, а с ними и Господь ходил. Господь с ними возвращается в Египет, чтобы защищать их там, чтобы потом вывезти их оттуда. Вот такие удивительные дела. Иначе мы видим, что к телу и месту захоронения тела надо относиться серьезно. В этой жизни, в земной жизни, существование тела поддерживает душа. И если душа выходит из тела, это момент смерти, тело разлагается, гниет, возвращается в состояние предсуществования, становится прахом, тем самым прахом, из которого Бог создал человека, как и сказано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой». В будущей жизни все будет наоборот. И если в этой земной жизни существование тела поддерживает душа, то когда душа покидает тело, она не имеет полноты бытия. Она или в преддверии мук, или в преддверии блаженства. Нет полноты ощущения ни наказаний, ни радости блаженства. Но когда тело воскреснет, и душа вернется в воскресшее тело, здесь уже тело сообщит душе полноту бытия. И святые отцы видели в этом справедливость. Если ты грешил в теле, тело разделит с тобою и душевные мучения, и будет страдать физически. Если ты, живя в теле, жил праведно и благочестиво, то твое тело, оно будет наслаждаться, как и твоя душа, и как будет ликовать твой дух в день спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok